Новогоднюю сказку для больных детей ежегодно организуют неравнодушные вановцы. Приезжают в областную клиническую больницу со спектаклем и подарками для малышей. Посмотреть шоу собираются дети со всех девяти отделений педиатрического профиля. Каждый хочет немного новогоднего волшебства. Это в свою очередь ведет к большим положительным эмоциям и более скорейшему выздоровлению. Игрушки в подарок детям волонтеры собирали несколько месяцев. Бросили клич в социальных сетях и начали благотворительный марафон. Мне очень давно было желание, и мне вот случайно вот так, ну, предложили, и я решила попробовать. И как-то так пошло-пошло, вот в следующем месяце я собирала игрушки, набрала очень большие такие коробки, мешки, принесли. Не знаю, для меня это вот где-то вот внутри, для меня это теплится, и вот для меня это счастье. Организаторы удивляются. В этом году желающих подарить малышам сказку было очень много. Доброе дело занимает совсем немного времени и сил, но окупается с лихвой. У меня такое ощущение, что с каждым годом все больше и больше людей. Может быть, они один раз попав и поняв, что ты получаешь гораздо больше радости от того, что ты даришь, они тебе что-то дарят. Из этого вырваться практически невозможно. То есть люди, которые один раз помогли, они потом каждый год помогают. Это уже тоже проверено. Даже вот игрушки приносят одни и те же люди каждый год. Я уже многих знаю. Непременно должна быть сказка. Ее очень ждут дети. Дед Мороз и Снегурочка, которые побеждают коварную бабу-ягу, и целые мешки подарков. Заслужить их на праздники мог каждый активный ребенок. За отгаданную загадку или за смелость выйти на сцену. Сердца маленьких пациентов покорили мыльные пузыри. Большие и маленькие, летящие и рассыпающиеся. Они появлялись, казалось бы, ниоткуда. И принимали самую причудливую форму. Вызваться на сцену и посмотреть на чудо поближе хотели даже самые застенчивые малыши. Постой, 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 постой. Так, аплодисменты! В этом году для ребят выступали даже сумасшедшие ученые. Немного порошков, сухого льда и доброжелательная улыбка ведущего. Новый рецепт детского смеха. Возьмем кову и добавим туда немножечко сухого льда. И смотрите-ка, что у нас начинает происходить. Начинает выходить вот такой вот белый дым. Ребят элементарной реакции привели в настоящий восторг. Большинству маленьких пациентов химия пока не знакома. Мне понравились пузыри, когда проводили опыты, когда снимочка спасала. Мне все понравилось. На праздники в больнице остается не так много детей. Но каждому из них хочется домой, к мандаринам и елке. Поэтому туману желаний, созданному умелой рукой ученого, детки загадывали торжество в кругу семьи. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.